Олимпийский урок верховой езды. Макеевских школьников сегодня учили держаться в седле. К начинающим наездникам присоединился и Александр Черников. Для сотен макеевских школьников это первый в жизни олимпийский урок по конному спорту. 13-летняя Анна сегодня в роли куратора. Своих сверстников наездница обучает азам этого вида спорта. Говорит, главное найти общий язык с животным. Нужно с ней много времени проводить, чтобы она видела, что мы ее любим, должна чувствовать. Задача усложняется на мировых первенствах, говорит чемпион мира по пятиборью Дмитрий Курпулянский. Ведь там спортсмены выступают не на своих конях. Мы приезжаем в чужую страну, ездим на чужих лошадях, то есть у нас жеребьевка идет. Иногда, допустим, приезжаем и лошадь никогда не слышала ни украинского, ни русского языка. Поэтому нам дается 20 минут для ознакомления с лошадью, и потом мы уже выезжаем на конкурс и прыгаем около 15 препятствий. Воспитанники школы конного спорта проводят мастер-класс, после чего гости сами садятся в седло. Школьников сопровождают опытные наездники. 13-летняя Лолита катается на лошади не впервые. Не исключает, что в будущем займется этим видом спорта. Вообще ощущения классные. Семиклассник Николай говорит, кони его любимые животные. Мне нравится на них кататься, они классные, не знаю, они такие хорошие. Олимпийский урок в школе конного спорта проводят уже третий год. Организаторы сетуют, не могут присоединиться к завтрашним городским мероприятиям из-за сложностей с перевозкой животных. Олимпийский урок проводится завтра в парке Щербакова, где все виды спорта. Туда лошади нести, это накладно, далеко, ну а здесь рядом, близко и без всяких передвижений. После таких мероприятий школа конного спорта, как правило, пополняется новичками. Сейчас здесь тренируется 340 наездников. Александр Черников, Виталий Богайчук, телеканал Донбасс. К этому часу все новости. Будьте здоровы и до скорой встречи в Донбассе.